Всем привет, я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины, и сейчас мы прочитаем мою статью 2011 года. И контекст там такой, что взрыв Домодедова, да, как бы очередной, в общем, привычный, как можно сказать, теракт, оказался непривычным с точки зрения медиа. Общество узнало о том, что в аэропорту случился взрыв из сообщений каких-то непонятных там очевидцев или кого-то еще в Твиттере. Ни из газет, ни из радио, ни из телевизора. И, соответственно, в этом смысле я думаю, до сих пор думаю, теракт в аэропорту Домодедова, извините, можно считать поворотным. И вот как это тогда воспринималось с точки зрения журналиста, работающего в редакции. Гипотеза, в соответствии с которой единственной аудиторией российских газет и журналов являются сами же журналисты этих СМИ, все-таки не настолько абсурдна, как может показаться на первый взгляд. Домодедовский теракт, помимо прочих своих ужасных качеств, стал очередным поводом говорить о том, что во времена социальных медиа, блогов и микроблогов традиционные СМИ, с опозданием дублирующие блогерскую информацию, оказываются никому не нужны. Новая, она, конечно, заглохнет сразу же вслед за темой самого теракта, но пока ведь не заглохла волна разговоров о смерти традиционных СМИ, это именно еще один аргумент в пользу того, что газеты и журналы своей аудиторией считают только журналистов. Но дело совсем не в том, что твиттер победоносно шагает по трупам газеты и журналов, дело в том, что о смерти традиционных СМИ как раз и говорят журналисты и только журналисты. Рабочий день в какой-нибудь редакции. Наименее загруженный текущими делами журналист неспеша обновляет ленту своего твиттера, это, видимо, я, видит чей-то ретвит из Домодедова, что-то взорвалось, говорит коллегам, представляете, мол, в Домодедово взрыв. Коллеги цокают языками, ох, да нифига себе, журналист, до листа в твиттер, смотрит ленту информагентства, видит сообщение о взрыве на 8 минут позже того твита и пишет уже себе в твиттер, что микроблоги победили традиционные СМИ. После появления новости в ленте информагентства настроение в редакции делается чуть более самотошным. Корреспонденты обзванивают профильные пресс-службы, пресс-службы в мирные дни, обижающиеся на то, что газета ничего не написала о международной выставке спасательного оборудования, теперь так не кстати молчат. Параллельно уже несколько репортеров не лениво, а сосредоточенно изучают твиттер и по хэштегу Домодедова, и еще по каким-нибудь ключевым словам. Делятся друг с другом новыми подробностями, которых чем дальше, тем больше. Домодедова большой аэропорт, и в каждый конкретный момент времени людей, у которых есть твиттер, в аэропорту оказывается до сотни. Тем временем оживают и предслужбы, несут какую-то абракадабру, но ведь несут же, и эта абракадабра в перемешку с деталями, обнаруженными по хэштегу, продвинутые редакции цитируют, ссылаясь на зернеем. Более неповоротливые ограничиваются сетью микроблогов твиттер или даже вообще оскорбительным блоггеры. В сочетании дают целую газетную готовую заметку, которая выйдет завтра на первой полосе. Производство такой заметки – занятие скучное и неинтересное, и нового в нем тоже ничего нет. В марте прошлого года были теракты в метро, технология производства заметок была такой же, поэтому и говорить об этой заметке нечего. Зато налицо тенденции – традиционные СМИ оказываются ненужными, уступая свое место блогам и микроблогам. Так, по крайней мере, рассуждает журналист, для которого поиск информации по какой-то причине – лень, стал равнозначен мониторингу твиттера по трагическому хэштегу. Говоря о смерти традиционных СМИ, журналист исходит из допущения, что каждый потребитель, каждый нежурналист, которому стали вдруг интересны подробности случившегося в аэропорту, точно так же сядет искать свидетельства очевидцев и телефонные фотографии в твиттере, но это допущение едва ли имеет какое-то отношение к действительности. Потребитель-нежурналист, впервые за год забравшись на сайт газеты, прочитает ту, рожденную отмычания пресс-служб и мониторинга твиттера, заметку. И что, между прочим, вполне ужасно, останется ею удовлетворен. Количество погибших, телефоны горячих линий и свидетельства очевидцев в заметке приведены, а больше ничего ведь и не нужно. Так или иначе, никакой смерти традиционных СМИ потребитель не видит, и это вполне может означать, что никакой смерти и нет. А если какой-нибудь журналист все-таки будет настаивать на своем удальше, пусть спросит у коллег из Лайф Ньюз, в каком твиттере они купили видеоролик, зафиксировавший момент взрыва, и насколько они сами считают себя побежденными твиттером. Ну, это 2011 год, да, и очевидно, я так сопротивляюсь прогрессу, а сейчас, ну, и те упомянутые журналисты Лайф Ньюз теперь называются база и мэш, и сами стали общим твиттером, хоть и в Телеграме. Так или иначе, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, я все комментарии читаю, на многие отвечаю, ну, а если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эту статью тогда опубликовал журнал Forbes, теперь же свои новые, свежие статьи я трижды в неделю публикую в Телеграм-канале Кашин+. Он закрытый, он платный, но это не страшно, подписка 5 евро в месяц, любая карта, российская, не российская, простая и удобная ссылка на подписку, прямо здесь, внизу, в описании того ролика, который вы сейчас смотрите. Также имейте в виду, ссылка здесь, также имейте в виду, что ежедневно в 9 вечера в Москве на этом же Ютуб-канале, на Ютуб-канале Олег Кашин, я провожу свои сольные классические авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно, смотрите, и чтобы не пропустить, нажимайте на бубенчик, ну и подписывайтесь на мой Ютуб-канал, Ютуб-канал Олег Кашин. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной и возвращайтесь. Я Олег Кашин, всем спасибо, всем пока, всем до завтра.